Мистер Нокаут. В эти дни в российский прокат вышел художественный фильм о легендарном советском спортсмене Валерии Попенченко. Его называли боксер-интеллектуал. Помимо многочисленных побед на ринге, у него были и научные достижения. В съемках художественного фильма принимали участие и пермские спортсмены. В качестве консультантов и актеров. Подробности далее. В кинотеатре «Кристалл» собралась спортивная элита Прикамья, в том числе участники Олимпийских игр разных лет. Все они пришли на премьеру фильма «Мистер Нокаут» о знаменитом советском спортсмене Валерии Попенченко. О нем говорили уникальный боксер со своим стилем, особыми приемами боя, которые принесли ему победу на Олимпийских играх в 64-м году в Токио. Тогда же ему вручили и кубок Вэлла Баркера, приз которому достаивают спортсмена с наилучшей техникой ведения поединка. Попенченко называли боксером-интеллектуалом, ведь он играл в шахматы, знал несколько языков, был кандидатом технических наук, защитил диссертацию. История его жизни заинтересовала режиссера Артема Михалкова. Я посмотрел документальный фильм о нем, и меня заинтересовала его личность. Дальше я купил книгу о нем, называется «И вечный бой». И как бы я понял, что это киноистория, у меня жизнь не связана с боксом. Я иногда ходил на бои, но понял, что вот этот человек – легенда, надо о нем снимать кино. В съемках этого фильма участвовали и пермские боксеры, президент Федерации бокса Пермского края. Петр Павлов сыграл в фильме эпизодическую роль главного тренера сборной СССР, а также консультировал съемочную группу. Рассказывал о правилах соревнования, о проведениях соревнований, о дислокации на соревнованиях, где ставится ринг, где относительно ринга располагается главная судейская коллегия, боковые судьи. В общем, вот именно, что касалось чисто бокса. Главную роль в картине исполнил известный актер Виктор Хореняк. У него есть спортивная подготовка, он занимался боксом. Вместе с ним в одном из ключевых эпизодов картины сыграл пермский боксер, мастер спорта Эдуард Варанкин. Он рассказал, конечно, все бои в кино постановочные, но тем не менее, порой оба увлекались поединком. В свое время Валерий Попенченко стал примером для знаменитого Мохаммеда Али, а также для голливудской звезды Сильвестра Сталлоне. Как говорят авторы картины, их главная цель – вернуть из забвения имя талантливого спортсмена.